друзья всем привет тема сегодняшнего ролика строительство моего загородного дома те кто меня смотрит давно знают что у меня была такая рубрика который я уже примерно два года не снимал связано то с тем что если посмотреть на мой участок сейчас это вот мой дом дом из газобетона здесь вот стоял старый дом в котором я жил сейчас его нету его снесли и и чтобы нам было где жить мы сделали из летней дачи зимнюю сделали там на участке забор там участок 6 соток сделали забор септик плитку положили поменяли крышу фасад сделали утеплили короче полностью дома крышу и полы и стены вот и переехали туда сейчас я возобновляю строительство этого дома возобновляю работу окна мне уже установили сейчас вам про это расскажу привезли вентиляционную установку сейчас занимаемся утеплением пристройки посадили сосна провели свет здесь вот у меня ну тут не видно сейчас уже снегом занесло у меня здесь короче везде по участку автополив здесь будет газон пока на данный момент пока жена ничего не придумала здесь вот она насажала маленьких сосен туй забор будет перекрашиваться полностью ну и докрашиваться то что не докрашено вот это забор был по высоте до серых досок мы сделали нара нарастили стал бы еще прикрутили вот такую доску по периметру чтобы она примерно стоит доской ушла одинаково положили плитку здесь у нас обычная плитка вот туда вот она идет к вагончику и там чтобы сзади тоже можно было пройти поставили окна вот такие вот большие окна сейчас я вам постепенно все буду показывать и рассказывать значит у меня с этой стороны если посмотреть вот такие вот панорамные окна сделано в стиле фахверк вот здесь вот у нас идет каркаса моего сейчас утепляем вот так вот это выглядит с обратной стороны если пройти такую плитку положили что можно было в дробнику пройти если посмотреть здесь вот выглядит это пока вот так вот здесь вот возле растений жена тоже поставила вот такие вот светильники круглые пока это все таком немножко неряшем виде думаю когда придет весна мы это все доведем до нормального состояния здесь вот внутри у нас вот так вот выглядит пристройка изначально мы хотели сделать открытую но потом как обычно аппетит приходит во время еды и решили сделать зимней в общей сложности стены будут утеплены 250 миллиметров стропилка у меня высота доски 250 будет дополнительно еще 50 миллиметров перехлёст и крыша будет в общей сложности 300 миллиметров качестве утеплителя использовал такой утеплитель плита в рулоне урса терра идеальный утеплитель с моей точки зрения вот эти окна у нас по цене значит они одно одно такое стекло обошлось в 10 тысяч рублей покупали мы их на авито сделаны они для москва сити но там кто-то коснул с размером и большое количество стекол продавали по очень низкой цене соответственно мы купили себе раз два три четыре пять таких стекол ставили мы их по принципу как фахверки только единственно у нас вот если посмотреть на этот столб и на этот столб размеров чуть больше нам приходилось придумывать что-то с каркасом я придумал такую систему идет обычно 50 доска в которую мы делаем паз 3 сантиметра и соответственно это окно вставляем в этот паз заполняем специальным герметиком с этой стороны и с той стороны я сделал зазор 7 миллиметров куда соответственно заполнил его специальным немецким герметиком вот этот герметик у нас идет по периметру и вот этот каркас у нас держится на дистанционных саморезах не на конструкционных саморезах саморезы с полной резьбой чтобы они очень хорошо держали вот эту доску между брусом и доской у нас идет этот же утеплитель урса терра здесь у нас идет каркасный пол который будет заполняться 200 миллиметров минеральной ваты вот этой вот урсой дальше будет идти шаговая обрешетка цсп 12 миллиметров на цсп будет устанавливаться пеноплекс толщиной 5 сантиметров теплый пол и стяжка где-то 8 9 сантиметров толщиной здесь у меня будет здесь у меня будет сауна тут будет стоять камин по моему вот где-то посередине камин если обратить внимание вот на эти вещи это специальное усиление тут под стенку под печку здесь вот усиление под камин здесь идет усиление здесь будет джакузи кстати сегодня привозят вот и поэтому фиг узнает на сто одна была джакузи потом другая джакузи то одна 400 литров потом другая 200 литров непонятно как рассчитывать вес 1 литр это у нас один килограмм получается джакузи 400 литров 400 килограмм будет давить сюда поэтому я решил по части сделать обрешетку и соответственно все это будет заполняться заполняться утеплитель вот эти стыки у нас проклеиваются эта пленка дельта неолент плюс здесь вот тоже все будет проклеена по периметру и там все тоже будет проклеена по периметру там у нас есть участок который не закрыт не закрыт пленкой если посмотреть здесь вот идет такая вот доска 200 на 50 здесь у нас с торца доска который формирует черновой пол дальше идет обрешетка из обычной доски дюймовки где-то 100 миллиметров где-то 150 миллиметров и сетка от грязунов сварная ячейка 6 миллиметров вот соответственно дальше сюда у нас утеплитель но эти слои которые вам показывал здесь вот у меня окна вот открываем заходим в дом ну кто помнит здесь сборно монолитное перекрытие из того что нового поставили окна значит у них а блин не помню то ли 80 80 то ли 82 профиль по моему 82 закаленные стекла мульти мультифункциональная шестерка по моему закаленные стекла дистанционная рамка вот это вот специально то есть не не металлическая ну типа наверно энергоэффективным по периметру если посмотреть окна идет вот такая вот синяя монтажная пена это судал flexi зазор я им говорил чтобы был примерно три сантиметра по периметру но 23 это по нормам дальше когда мы будем делать кедрал мы будем этот стык перекрывать утеплитель будем заводить сюда и пленку ветрозащитную будем приклеить по периметру по периметру окна значит снизу у нас идет теплый подставочный профиль вот так вот он выглядит всем рекомендую использовать когда вы делаете окна использовать именно вот такой вот подставочный профиль потому что на самом деле он хоть как-то будет сохранять тепло вот здесь вот портал не хотела делать портал жена меня уговорила я думаю проще с ней согласиться чем выяснять отношения короче поставили ему портал все окна примерно но на одной высоте у нас идут двери мы по факту эта дверь без разницы какая там энергоэффективный не на или не энергоэффективной потому что теперь здесь у нас будет теплое помещение здесь она будет отапливаться поэтому по сути эти окна разницы не имеет по периметру идет окна вот такая вот ветра верно по паразащитной лента которую плохо приклеивается потому что ребята не сделали грунтовку вот и соответственно но не очень хорошо приклеиваться может быть я вообще ее эту ленту уберу и промажу герметиком стис б снизу вот ее нету вот стены кстати вот отштукатурили штукатурили стены не очень хорошо но это такая черновая штукатурка потом еще будет финиш на а дальше я уже не знаю что будет дальше из того что такого интересного значит в качестве вентиляции у меня будет использоваться вот такая вот вентиляционная установка такая вот вентиляционная установка называется она health box на картинке это выглядит вот так вот вот так вот сама находится вот в этой коробке это у нас клапана ой не клапана специальные датчики которые реагируют там на например на углекислый газ или на запах и она короче такая автономная установка про нее буду снимать отдельный видеоролик буду показывать как мы будем ее монтировать очень интересная вещь все системы вентиляции это вещь в доме нужно многие об этом не задумываются и потом страдают вот я человек который занимается строительством и общается с многими заказчиками понимаю что вентиляция это очень важная вещь значит вот эта установка будет забирать грязный воздух со всех помещений приток воздуха у меня будет идти через стеновые клапана стеновые клапана велка вот так вот они выглядят их как устанавливать тоже буду показывать здесь вот у меня тихая кухня тоже очень прикольная вещь смысл этой тихой кухни в том что вентилятор встает вставляется не вытяжку а в трубу который пойдет в крышу здесь вот у меня будет кухня шахта вот соответственно здесь где-то будет стоять шкаф куда будет входить вот это вот встроенная встроенная вытяжка и вентилятор будет стоять на крыше соответственно мы будем включать вытяжку и и не будет слышно очень тоже интересная вещь тоже рекомендую здесь вот у меня такие вот трубы которые будут идти по где-то по потолку здесь вот в резаться идти на второй этаж вот и соответственно здесь вот эти тут у меня санузел вот это вот утеплитель утеплитель вот это окно кто помнит моего сперва его все здесь изначально не должно было быть потом жена сказала не давай мы здесь делаем окно в итоге мы его замуровали потому что решили что здесь у нас будет теплая теплая веранда и там с правой стороны у нас будет сауна вот короче вот здесь вот по потолку будут эти вот эти вот трубы будут подниматься наверх и там будет забираться грязный воздух с ванной и с комнаты детской на втором этаже у нас будет детская зона три комнаты нет так так как трое детей эти все поднимемся тут тоже у меня утеплитель есть небольшое количество здесь будет детская здесь будет детская здесь будет детская здесь будет ванна здесь гардеробная и здесь тоже будет гардеробная короче решили тоже это место сделать все будет утепляться здесь дополнительно вот эта крыша все это будет соединяться с кройным утеплителем пока это выглядит вот так так тут уже начали делать начали утеплять крышу вот это будет в общей сложности у меня на крыше будет 5 мансардных окон в каждой комнате и вот здесь вот чтобы свет давал на лестничный марш вот так это пока выглядит пока окна я устанавливать не буду сейчас буду натягивать пароизоляционную пленку пароизоляция будет дельта рефлекс и я почему не хочу установить мансардные окна потому что возможно я сейчас буду делать стяжку и большое количество влаги будет идти попадать на мансардное окно и может 5 кирдык поэтому поэтому мансардные окна буду устанавливать уже весной сейчас мы это подготовим проемы сразу утеплим пока это временно вот этот участок вот потом когда придет весна будем будем устанавливать мансардные окна мансардные окна скорее всего будет факра тут тоже так но здесь вот тоже утеплитель так скорее всего будет факра у 4 у 4 окна вот это расстояние вот здесь вот от стропила до стропила 82 сантиметра внутренние окна будет 78 на 118 здесь у нас на окнах детские замки специально чтобы если вдруг маленький ребенок у меня дочка полтора года если она захочет где-то там что-то потрогать ручку чтобы она не открыла окно и не улетела вниз тоже всем рекомендую у кого есть маленькие дети сразу продумывать вот этот момент и окна устанавливать детскими замок замками то тоже у нас тена штукатурена сейчас вот у нас идет по плану давайте камеру перевернуть сейчас у нас идет по плану доделать пристройку полностью утеплить сделать полы вот смонтировать там паразитационную пленку утеплить крышу и смонтировать фиброцеменно с 1 кедрал также установить вентиляционные клапана пока мы еще кедрал не сделали потому что потом будут некие проблемы сделать сразу вот эти вот трубы раскидать вот потому что потом будем скорее всего потолки делать гипоскартоном чтобы отделочники уже могли спокойно это все делать и дальше пойдет у нас такой самый непонятный для меня вещь это это отопление поэтому как то так двух словах еще что принципе она вот крепеж до для обрешетки будем использовать такой вот саморез для легких бетонов длиной 100 миллиметров 8 на 100 будем прикручивать обрешетку именно вот на такой на такой крепеж газобетон здесь вот у меня дистанционные самореза 6 на 70 так как стены у меня ровная для выравнивая обрешетки будем использовать вот такой вот саморез доска под обрешетки кедрал будет идти 7 7 будет идти 95 на 20 сухая строганная доска вот это вот она есть тут вот это вот доска так наверное пока все пока все если есть какие-то вопросы пишите сейчас возобновляю рубрику строительство своего загородного дома буду уже поэтапно показывать все эти процессы вот буду точно показывать монтаж кедрала монтаж вентиляции утепление крыши и еще какие-то работы короче какие работы будут такие буду показывать все если есть какие-то вопросы пишите а так самое главное берегите себя не болейте все всем пока